В современном мире все люди так или иначе связаны с интернетом. У некоторых даже возникает зависимость от него, и они не могут и минуты прожить без всемирной паутины. Интернет стал для нас так же жизненно необходим, как воздух, пища и вода. Да и как же может быть иначе, ведь он делает нашу жизнь проще, и благодаря ему люди с разных концов мира могут общаться друг с другом. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что произойдет, если однажды утром вы проснетесь и обнаружите, что интернет исчез? В каждом доме, во всем мире. Сегодня расскажу вам, что произойдет, если этот невероятный сценарий воплотится в жизнь. Поехали! Встречали ли вы хакеры в реальной жизни? Или хотели бы узнать о тех секретах, которые известны им? Тогда вам выпал отличный шанс познакомиться с одним из них. По ссылке в описании вы попадете на канал человека, которого обвиняли в киберпреступлениях. Он решил завязать с темными делишками и начать делиться своими знаниями с обычными людьми для того, чтобы их обезопасить. Просто подпишитесь на его канал, смотрите его видео и сами все поймете. Проблемы в общении. Вряд ли я удивлю вас, сказав, что в случае исчезновения интернета мир столкнется с проблемой в общении. Конечно, вы всегда можете сказать, что на такой случай у вас есть сотовый. Вот только вряд ли он будет работать. Ведь все эти кабели и спутники, обеспечивающие бесперебойную работу беспроводных телефонов, отключатся. Они не смогут функционировать без интернета. Да, и можете забыть про имейлы. Их вы тоже не сможете отправить. Получается, что всем нам придется вспоминать, как писать письма. Да, еще вам придется распрощаться социальными сетями с Facebook, ВКонтакте. И вы больше не сможете выкладывать свои новые фото в Инстаграме. Конец эпохи легких знаний. Просто лишь щелкнув по экрану вашего телефона, вы можете узнать, как приготовить макароны или узнать, какая завтра будет погода. Без интернета это будет невозможно. Людям придется искать знания в других местах, слушая антенное радио или смотря телевизор. Еще им придется посещать библиотеки и находить всю необходимую информацию в книгах, энциклопедиях или справочниках. Еды станет меньше. Всего одна неделя без интернета сильно ударит по производителям продовольствия. Словно во время природного катаклизма вся еда с полок супермаркетов просто исчезнет. Дело в том, что производители доверяют интернету во всем, начиная от отгрузки товара и заканчивая отслеживанием остатков продукции и отправления заказов поставщикам. Поэтому если интернет исчезнет, то в производстве продовольствия возникнет заминка и не будет продуктов, чтобы заполнить полки магазинов продовольственными товарами. Закон военного времени. Если интернет исчезнет, начнется паника. Люди начнут грабить магазины, сжигать вещи и потерять всякий страх перед властями. Поэтому, чтобы восстановить порядок, многие правительства будут вынуждены ввести военное положение. Войска и танки войдут в города, и людям придется подчиниться новому порядку и смириться с комендантским часом. Экономический кризис. Кредитные карты и дистанционное банковское обслуживание перестанут работать. Это значит, что вы не сможете получить ваши деньги. Кроме того, все банки закроются, потому что у них не будет доступа к вашему счету, и они не смогут проверить информацию об их владельце. Фондовый рынок будет заморожен, и этот простой обойдется мировым фондовым биржам в триллионы долларов. Компании, чья деятельность зависит от интернета, будут увольнять своих сотрудников, и в результате сотни тысяч людей останутся без работы. Политический кризис. Большинство мировых спецслужб используют интернет для сбора и обмена информации. Исчезновение интернета окажется для них огромным ударом, и последствия этого будут самые катастрофические. Кроме того, политическим руководителям придется решать проблемы, связанные с образованием, ведь интернет предоставляет широкий выбор различных средств для обучения, и если он исчезнет, их будет нечем заменить. Больше никакого халявного порно. Благодаря интернету порно стало доступно для всех. Если интернет исчезнет, то людям придется по старинке покупать эротические журналы или искать фильмы на свой вкус и потом смотреть их дома, на проигрывателе. Но вот только вряд ли видеоиндустрия и журналы справятся с возросшим спросом. Иначе говоря, порно на всех не хватит. Транспортный хаос. Светофоры переключаются компьютерами, которым, в свою очередь, необходим интернет для скачивания обновлений. Без этих обновлений светофоры не смогут работать. А без светофоров движение в городах очень сильно затруднится. Кроме того, будет нанесен сильный удар по общественному транспорту, ведь в своей работе он использует интернет для продажи билетов или для принятия заказов от клиентов. Поэтому всего через 3-4 часа после исчезновения интернета метрополитен, автобусы и такси просто перестанут работать. Конец света. В мире, который полностью зависит от интернета, его исчезновение вызовет глобальную панику. После этого исчезнет еда с полок магазинов и бензин с заправок. Беспомощные люди обрушат свою злобу на окружающих. В мире воцарится хаос. И потребуется чудо, чтобы восстановить всеобщий порядок. Ну что ж, друзья, на этом у меня все. С вами был профессор Гуглов. Следующее видео уже завтра. Не забудьте его посмотреть ровно в 12.00 по Москве. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok